Более ста делегатов из стран-партнеров пояса и пути собрались на международный форум по судебному сотрудничеству, организованный Верховным судом Китая. В городе Цюаньчжоу провинции Фудзянь встретились представители судейского корпуса, в том числе верховные судьи. Предметом обсуждения стали актуальные вопросы основной правовой доктрины – верховенства закона. Китайские власти уже подписали более 170 двусторонних договоров о сотрудничестве в судебной сфере. Страна присоединилась к трем десяткам международных юридических конвенций. Роль международных связей и отлаженного взаимодействия становится все заметнее с каждым годом. Мир стремительно меняется, и за этими процессами нельзя не успевать, отмечают участники форума. Как нам получить доказательства, например, от европейских стран, когда у нас нет с ними особых отношений? Поэтому выстраивание таких контактов помогает нам находить решение возникающих проблем, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Особенно это касается трансграничной преступности, в частности, киберпреступлений. Современных подходов требует и разрешение международных коммерческих споров, считают эксперты. Миру нужна эффективная и удобная глобальная платформа для торговли и инвестиций. Разрешение возникающих споров, возможности облегчения обращения в суд, малозатратность этих споров. И поскольку во всем мире идет процесс глобализации, экономической глобализации, торговля выходит за рамки только одного государства. Юридический статус глобальной инициативы «Пояс и путь» во многом зависит от практических шагов по укреплению правовых отношений между ее участниками, подвели итог форума верховные судьи. А значит, реализация продуманных мер послужит общему развитию.